Кто-то написал в комментарии, а, видать, до упокоя, не упокоя, доходит помаленьку, что за метлой следить нужно. Какие пиздецы, у них ничего нет, ни свидетельства, ни удостоверения, ни приказа, вообще ничего нет. Предоставляют приказ, что структурное подразделение города Сургут устроено, а в Сургуте нет такого подразделения. Куда он устроен? С какой зарплатой? Ну и с чем? Чтобы разобраться в этом вопросе, он вообще сотрудник, журналист или он просто частное лицо, который, пользуясь, возможно, в корыстных целях законом о СМИ, использует пси-доним, чтобы искрыть свою личность, чтобы на него никто не мог подать в суд. Вновь придумать несуществующую секту живых человеков. Это организация экстремистского сообщества. Мы сталкиваемся с новым видом мошенничества. Данный вброс был сделан с целью вымогательства последующего денег. ПНД предлагали «перепиши на нас квартиру, и я сам тебя отсюда выведу». Известного доктора шантажировали статьями в СМИ. Вам, мама, ясно? Кому вам? Антон, Булгаков, Николай и этот факт. По принципу родноправия я предоставил паспорт. Можно ваш увидеть? Судья Тихонова отказалась показать свой паспорт. При этом судьи носят черные мантии, похожие на другие мантии, и вместо Конституции ссылаются на Библию. Среди предусмотрены на жилье-техождение. Так кто сектанты? В Викторинбурге пришли уже два адвоката. Они только глядывались, чуть шею не свернули. Кто там, кто там? Булгаков, адвокат дьявола, ты понял меня? Слово секта – это направление движения людей, которые не согласны с чем-либо. Пять раз возразило в ходе судебного заседания. Получается, сама себя записала сектанты, что ли? А почему вы тогда не придумали новую секту, лидер секты, возражающий адвокат? И новый ответчик – Карчий Евгений Николаевич. Седаним не упокоит. А будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Вы Евгений не упокоит. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Ни удостоверение журналиста, ни редакционное задание, ни устав кидаются телефонами в сотрудников суда. Ребята, ну вы же нарушаете закон, я журналист, так и так. Вообще, имеет ли он право использовать псевдоним? Не упокоит. Отличники признали наличие личной неприязни, Карчий. А что это за журналист, который стесняется? Вот удостоверение журналистов. Принят на работу на безоплатной основе. Там не указана сумма, а зарплату скрывают. То есть они хотят сказать, что он безоплатно трудится, как и я. Не упокоит Евгений, тоже признавался, что он живой человек. Вы человек? Фу, египант. А живой? Да, скорее всего. То есть вы из живых человеков? Я, в принципе, человек. Так он что, тоже сектант, что ли? А почему он сам себя не называет сектантом? Ну я думал, что не упокоит, придет, но он не пришел. Понимаю, что если камеры выключат, отбить начну. Слово «секта» носит нейтральный характер. У меня возражение. Можно любого назвать сектантом, что ли? Всеобщая декларация прав человека и статья 2 Конституции РФ. И получается, что, отменять надо? Что секта является высшей ценностью? Это абсолютный абсурд. Всем привет! Сегодня расскажу о новой информационной атаке с возможной целью вновь придумать несуществующую секту живых человеков, придумать ее лидера и сфабриковать основу для уголовного дела по статье 282.1 УК РФ от Организации Экстремистского Сообщества. Все бумаги к видео по ссылке. Напомню, как это было в 2018 году. Первым делом вышло множество статей, более 30, в основном на ура.ньюз, со словами «секта». Сначала они писали движение, потом группа, потом с признаками секты, потом секта, а потом уже отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом заинтересовался. Все по накатанной. Начались незаконные задержания и аресты. Без уголовного дела ОМОН дважды взломал дверь, побили меня и отца, изъяли все вещи, пытали электрошокером два пакета на голову без возбуждения уголовного дела. Пытались менять статью 282.1 УК РФ, это Организация Экстремистского Сообщества. Незаконно сдали в ПНД и удерживали 62 дня. Очень важный момент. Потом поясню. В ПНД предлагали «перепиши на нас квартиру, и я сам тебя отсюда выведу». Пока был под арестом, 22 суток в камере и 62 дня в ПНД, всего 84 дня, не выходя на улицу, сотрудники отдела ТЭПа по борьбе с терроризмом и экстремизмом активно использовали мои и отца телефоны, симки и аккаунты, вели переписку с моими контактами и провоцировали на совершение правонарушений и преступлений. Использовали телефоны для совершения платежей. Посещали сайты экстремистской направленности. Из психушки вышел по решению Апелесунового суда решение первой инстанции о помещении в ПНД на принудительное лечение отменено полностью. То есть по факту никакого принудительного лечения не было. Лечения не было ни де-факто, ни де-юра. Заявление о преступлениях написано выше третьего этажа, ни одного уголовного дела не возбуждено. Результат маленький, но и есть. Ушли в отставку начальник ОМВД города Сургут Ерохов и мафиозный клан Бабушкиных. Разоблачен. Это зам Ерохова. Начальник Следственного комитета города Сургут Ермолаев запрещает знакомиться с 12 томами материалов проверки. Произносит фразу «давайте без закона» и кто-то с телефона Следственного комитета вызывает оперативно-следственную группу. Приехало пять полицейских и журналист Неупокоев, который произносит фразу «у нас с ними договоренность». Пытались менять подделку документов. Видео можете посмотреть. Был суд над прокурорами города Сургут Балиным и прокурор Хмао – это Батвинкин. Если коротко, можете посмотреть видео «Сургут. Город без дверей». А если более подробно, то четыре видео «Сургут в кругу первым». Вторая волна продолжалась на протяжении всего этого времени, с 2018 года. Они не оставляли попытки придумать эту какую-то секту. В интернете периодически появляются статьи и почти все ссылаются на Википедию. Википедия не несет ответственности за публикуемый материал. Авторы скрывают свои имена. На сайте Википедии, в самом низу, есть ссылка. Так и называется. «Отказ от ответственности». Там написано «Википедия не гарантирует достоверность». И самое главное, домен зарегистрирован в США. Сегодняшнее видео о следующем. 2 сентября 2022 года, в прошлом году, в пятницу, жители города Сургут сходили на прием в следственный комитет города Сургут к начальнику Ермолаеву по вопросу применения просроченного шовного материала во время операции в травмцентре города Сургут. Было прооперировано как минимум 202 пациента. Он сказал, что всех примет, выгнал всех из кабинета и вытолкал журналиста в локоть. То есть, применил физическую силу. Жители вынесли вотом недоверие и вотом утраты чести всему следственному комитету города Сургут. Ситуация вокруг травмцентра очень серьезная. Там больше 33 видео уже вышло. На канале Сургутнадзору можете посмотреть. Если коротко, то за полтора года ни одного потерпевшего так и не нашли. В том числе и детей младше 6 лет. Операции проводились с использованием строительных шуруповертов. Вместо стерильных медицинских дрелей просрочка вплоть до 20 лет. Осенью 2021 года за два месяца самоубийства медицинских сестер. Два самоубийства медицинских медсестер. Сейчас идет судебный процесс. Прошло уже 10 заседаний о доведении до самоубийства. Одной из сестер все СМИ игнорируют процесс последних 4 заседания. Так, возвращаясь вот к этому визиту. Суббота, выходной. Воскресенье журналист Антон Николаевич Булгаков от имени СМИ Камчатский регион направил заявление о преступлении. Это Уголовно-процессуальный кодекс. С признаками состава в части 2, части 3 статьи 144 в воспоминании профессиональной деятельности журналиста 53-я, 285-я, 286-я УК РФ в действиях Ермолаева ВП. Так, само заявление приложено тоже и доступно в телеграм-канале. На следующий день в понедельник 5 сентября на сайте ура.ньюз появилась статья автора Неупокоева Евгения под названием «Лидер секты СМАО жалуется генпрокурору РФ на начальника СК». То есть, что он сделал? Он преуменьшил степень заявления. Заявление о преступлении это Уголовно-процессуальный кодекс, а жалуется это 59 ФЗ. Совсем разные масштабы. В статье есть такие фразы. Руководитель секты живых человеков Антон Булгаков из Сургута. Движение живых человеков прославилось скандалами в банках и силовых ведомствах. Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами, какой религии не поясняют. В их заявлениях и поведениях можно найти признаки секты. То секта, то признаки секты. Непонятно. Так. Булгакова осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение. Опа! Разглашение медицинской тайны. А по факту-то отправили это незаконно. Вот сюда надо слово вставить незаконно. А вот это вообще не слово лечение. Он не имеет права разглашать. По факту его не было никакого лечения. Во-первых, это недостоверные сведения. Во-вторых, он не имеет права такие сведения вообще сообщать всем. Это разглашение медицинской тайны и нарушение неприкосновенности частной жизни. Статья 137 УК РФ. Редакция СМИ Ура.ру и Неупокоев дважды проигнорировали досудебные требования удалить статью, 3 декабря прошлого года был подан иск о защите чести и достоинства с требованием признать недостоверными сведения порочащими чести и достоинства и опубликовать опровержение. Но это еще не все. И в течение двух недель в статье легким движением руки неизвестно чьей легким движением руки фраза лидер секты живых человеков плавно превратилась брюки превращаются превратилась превращаются брюки в элегантного житель Сургута в элегантные шорты то есть по факту признали недостоверность сведений простите маленькая техническая неувязка а че это они если есть лидер секты да еще и живых каких-то там человеков а че они сначала публикуют а потом как говорится задний включает это как-то и самое главное они начали выгораживать начальника следственного комитета фразу на начальника СССР они заменили на высокопоставленного силовика неизвестно из какого ведомства и неизвестно кого то есть пытается выгораживать Ермолаева а я предполагаю что именно Ермолаев заказал эту статью чтобы вот не отвечать за свои действия что он применил физическую силу к журналисту когда ему хотели здесь человек примерно пришло жители города Сургут а он их сказал что примет и просто всех выгнал вытолкал ну после этого Евгений написал что наконец-то на меня обратили хоть кто-то обратил на меня внимание и ему был задан вопрос вы всегда публикуете недостоверную информацию с целью привлечь к себе внимание на что он ответил пруфы ну то есть по-английски пруф это доказательство в общем они почистили все опасные слова типа лидер секты там руководитель движения скандалили там религиозные мотивы и все остальное и 10 марта 2023 года за 4 дня до первого заседания прислали вот такое возражение на исковое заявление значит адрес изца они написали про союзов 37 это адрес сургутского городского суда то есть насколько мне известно председатель сургутского городского суда это Кузнецов Геннадий Анатольевич они пишут что Булгаков Антон Николаевич адрес указан сургутского городского суда возможно техническая ошибка уточним так вот они пишут что не подлежит удовлетворению так как иа ура.ру является ненадлежащим ответчиком но судья это все проигнорировал в том не доказан факт распространения то есть они надеялись что они все поудаляли следы замели и все скорее всего нотариусов всех сургутских обзвонились поспрашивали ура.ру там никто ничего не фиксировал нет никто ничего не фиксировал а ну все значит у него ничего нету понеслась и они смело пишут исцом не доказан факт распространения и самое главное пишут сведения опубликованные на сайте ура.ру соответствуют действительности вот они три версии вот так вот полностью в общем вот это которая справа это третья последняя версия вот она на 10 марта на момент возражения тут было написано житель сургута житель сургута то есть вот это вот соответствует действительности если следовать логике то если это соответствует действительности то вот эти две предыдущие версии не соответствуют действительности они сами признали факт того своими действиями что внесли изменения и последняя версия соответствует действительности а две предыдущие получается не соответствуют действительности Дальше они пытались отнекиваться от сайта ура.ньюс, что не является юридическим лицом и не владеет сайтом с доменным именем ура.ру. Но потом я им показал выписку с Роскомнадзора, и там конкретное указание на доменное имя ура.ньюс. И привел нормы права, что сетевое издание без этого домена невозможно зарегистрировать, и любые изменения в имени этого домена обязаны уведомить Роскомнадзор. То есть это прямая взаимосвязь между сайтом ура.ньюс и информационным агентством ура.ру. Дальше они приводят нормы права, согласно которым ура.ру не является юридическим лицом и не может быть ответчиком, только учредитель ООСУМК. А дальше они конкретно пишут, что вот эти три фразы, которые они поудаляли, данные сведения отсутствуют в публикации по указанному в исковом заявлении адресу. Нету их там. Нечего типа оспаривать. А то, что я им прислал оригинальную версию, они пишут, не представляясь возможным установить по какому адресу, были опубликованы оспариваемые истцом сведения в том контексте, который изложен. А во втором заседании они все-таки признали, что их редактора редактировали эту статью. А также не следует, что оспариваемые сведения имеют отношение к истцу. То есть, они персону Булгаков Антона Николаевича хотят сказать, что это не то же самое, что в статье написано Антон Булгаков. Пытается соскочить по неполному соответствию персональных данных. А дальше они пишут, что естественно, не обладая специальными знаниями в области лингвистики, ну и типа не могу проводить, делать какие-либо выводы. Но при этом позволяют себе самостоятельно делать подобные выводы. Смотрят словарь, там трактуют. И пишут, что слово секта, руководитель секты, лидер секты в любом случае не свидетельствует о нарушении неким Антоном Булгаковым действующего уголовного законодательства. Во, они сами эту взаимосвязь построили. Лидер секты и нарушение уголовного законодательства. Дальше они ссылаются в энциклопедию Википедию. Я потом расскажу, что это за Википедия. Приводят цитаты из этой Википедии. Причем не указывает, кто автор, когда опубликовано. Если вы сами посмотрите, там миллионы изменений, там авторов, наверное, штук 40, наверное. Я предполагаю, что это так называемые спецагенты системы, которые по неизвестной чьей указке фабрикуют подобные статьи, на основе которых потом все СМИ трубят, что идет конкретная фабрикация нового экстремистского сообщества. Вот они сами пишут, основателем движения выступил бывший владелец компании Антон Николаевич Булгаков. Основатель движения. Так, дальше читаем. Дальше они про Ермолаева пишут, что почему-то 2 февраля, и тут вот 2 февраля, хотя было направлено 2 сентября. То есть, дата вообще неправильно указана. Подал заявление. Нет, не заявление. Там заявление о совершенном преступлении в соответствии со статьей 141 УПК РФ. А они пишут, ну, просто заявление и все. А дальше они пытаются оправдаться, немножко приоткрывая свой источник информации. При проверке информации корреспонденту Ура.ру, кто именно, не пишут, связался с пресс-службой прокуратуры ХМАО почему-то, где ему подтвердили о поступлении вышеуказанного заявления, не заявлении о преступлении, а просто заявлении, и его регистрации, а также о том, что по данному факту будет проведена проверка в общем порядке. То есть, я так понял, по закону 59 ФЗ. То есть, они опять уклоняются от учета совершенных преступлений. А теперь читаем внимательно, как сообщил источник в силовом ведомстве, то есть, у них свои источники, везде в прокуратуре ХМАО тоже подтвердили, жалоба зарегистрирована, именно жалоба, видите, опять, не сообщение о совершенном преступлении, а именно жалоба, то есть, 59 ФЗ все переводит. По данному факту будет проведена проверка, то есть, в будущем еще не проводится. А вот эти события об уточнении информации могли произойти только 5 сентября, потому что заявление о преступлении было подано вечером 4-го, а вечером 5-го уже вышла статья. То есть, вот это все было в понедельник, 5 сентября. Жалоба, они зарегистрировали как жалобу сразу, хотя у них 3 дня на регистрацию. То есть, они уже зарегистрировали, как уклонились от учета совершенных преступлений. По данному факту будет проведена проверка в общем порядке. То есть, 59 ФЗ, все, уклонились. Рассказали в ведомстве. В следственном управлении СК Пахмау сообщили, что все обвинения Булгакова беспочвенные. Физического и иного давления на него не отказывалось. А как вы имеете право заявлять, что беспочвенные оснований для проверки нет, если прокуратура еще даже не провела проверку? Прокуратура будет проводить проверку, а следственный комитет сразу уже заранее заявил, что нет ничего, ничего не применялось. Но на видео-то все видно. А вот эту фразу, что вы отправили в ПНД на принудительное лечение, и из лечебницы он вышел, это они оставили. Но им еще придется доказать, что лечение было. Посмотрим, как у них это получится. А дальше они пишут, там они писали, что основатель движения, а тот является одним из основателей движения. Основатель или один из основателей. То есть основателей несколько получается. Но это опять они на Википедию ссылаются. На Википедию кто угодно может написать, что угодно, и вот они на это все ссылаются. А также является заместителем главного редактора средства массовой информации, информационного агентства, Камчатский регион. Молодцы, сами взаимосвязь устраивают, сами признают, что статья именно про Антона Николаевича Булгакова. Опять же ссылается на Википедию и на видеозапись телеканала НТВ от 2018 года. Благодарствую. Теперь и в других СМИ есть. А дальше пытаются выставить Булгакова Антона Николаевича как административного правонарушителя, злостного. Вон все четыре дела подняли, незаконные задержания. Мы это все обжаловали, ну бесполезно. Ни в какую не хотят признавать, что там. Ну там статьи 19.3 и 1.20.1. Мелкое хулиганство. Хотя по факту ничего не было. Видео это доказывает. А у них никаких доказательств нет. Дальше пишет. 19 октября 2017 года действительно был госпитализирован психиатрический стационар. То есть они тут подтекст, типа он был больной. В недобровольном порядке. И был выписан. Из него на основании пелесионного не выписан, а выпущен. Вот когда, вот смотрите, что подтверждается ответом Сургутской клинической больницы, номер 07, номер такой-то. Смотрим. Этот ответ был получен 21 декабря. И тут они пишут. Вот Чернова, это его главврача. Она пишет. Иные ваши требования не могут быть выполнены в связи с выпиской вас из БУ. Согласно постановлению суда Ахмала такого-то года. Вот когда они меня выпускали, говорят. Вот Чернова мне при всех говорит. Мы вас выписываем. Я говорю, не выписывайте, а отпускайте. Она говорит, нет, выписываем. Я говорю, по факту никакого лечения не было. Ни кололи, ни пичкали. Никакого лечения не оказывалось. Поэтому не выписывайте, а отпускаете. И все. И она больше ничего не смогла возразить. Дальше в качестве доказательства, что они приводят, что есть видео, выход из психушки. Но сам выход из психушки не доказывает, что там лечение оказывалось. Они это преподносят как будто, вот смотрите, он там был. Он не просто так там был. А дальше сами ссылаются на норму права, обзор практики, рассмотрение судами дел по спорам защиты, чести и достоинства. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения. То есть необходимо им доказать именно слово лечение, но они не могут доказать лечение. И они пытаются доказать какую-то выписку, выписка, знаете, может быть, реестр, ну, мало ли, может быть, реестр у них там, отдельный журнал, незаконно удерживаемых в ПНД. И вот именно оттуда они выписали. Возможно так, я не знаю. Ну, в общем, они просят отказать в полном объеме. Но не тут-то было. Он думал, что раз они отредактировали статью, да, то никто не сможет доказать, что там носились какие-то изменения и что оригинал присутствовал в интернете. Ни фига подобного. Нашел как минимум три способа доказать, что статья была опубликована в оригинале и пробыла в интернете минимум 69 дней в оригинале. Интернет помнит все. Для тех, кто не знает, webarchiv.org. Очень полезный сервис, который хранит и сканирует периодически интернет и сохраняет все статьи. Все версии статьи. Ну и нотариус в помощь. Нотариальная услуга есть заверить факт присутствия статьи в интернете. Так, сравнительная таблица. Три версии. Вот она таблица сравнительная. Значит, сначала это было в заголовке «Лидер секты Исхмао». Потом они поменяли «Лидер движения». Видать, что-то секта им слова не понравилась. Они поняли, что можно ответить за это слово. И они заменили на что? Просто «Житель Сургута». И начальника Следственного комитета спрятали. Высокопоставленный силовик какой-то. Под заголовок они также слово «секта» заменили на «Движение», а потом вообще его удалили. Автор тот же. Дата публикации та же. В самом тексте статьи «Руководитель движения живых человеков» они сначала не меняли, а потом заменили на «Житель Сургута». И в конце статьи «Движение живых человеков» прославилось скандалами в банках и слововых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в соцсетях. Свои движения активисты объясняют религиозными мотивами. Сначала они вот эту фразу вырезали, что религиозные мотивы какие-то есть. А потом совсем вот этот абзац удалили. То есть такая вот маленькая безобидненькая статейка получилась. Но информацию о том, что самого же Булгакова осенью 2017-го арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение, откуда он вышел по решению суда, они сначала не меняли, а потом видоизменили и добавили новую ссылку на источник. То есть типа это не Неупокоев сказал, а это кто-то там сказал, вот я на него ссылаюсь. Нифига подобного. Это мы дело тоже все раскрутим. Кто такой Неупокоев? Настоящее имя Карча Евгений Николаевич. Действует под псевдонимом якобы журналист Ура.ру. В прошлом журналист, якобы журналист Сургут Информ ТВ. Есть такая программа «Излом» в городе Сургут. Он там заснял, участвовал как минимум в полторы тысячах репортажей. Это полицейские берут с собой журналистов и показывают происшествия по городу. Ну там пожары, аварии, еще что-то. Вот он с ними вплотную взаимодействовал. Так, он всячески скрывает и не показывает удостоверение журналиста. А если показывает, то некий документ с десятью признаками фальсификации. Кому интересно, можете посмотреть 15 видео, плейлист Неупокоев Евгений. Там об этом всем подробно рассказывается. Сам себе сломал руку о голову директора штрафстоянки. Это из материалов дела уголовного. Так, этот же директор якобы сломал Неупокоеву спину. Хотя я провожу исследования и в принципе у меня очень большие сомнения, что ему вообще кто-либо ломал спину. Следственных экспериментов не было по уголовному делу. В суде напал на другого журналиста, кидался чужим телефоном в посетители суда и чуть не попал в помощника судьи женщина. При этом в качестве журналиста СМИ произнес нецензурное слово на букву «Б», оканчивается на мягкий знак, в здании суда, то есть в общественном месте, при том, что Роскомнадзор считает это слово абсолютно недопустимым в СМИ. Возвращаемся к иску и к делу. Значит, первое заседание было назначено 14 марта 2023 года. Гражданское дело номер такой-то в Ленинском районном суде города Екатеринбург. О защите чести и достоинства в соответствии со статьей 152 ГК РФ. Были привлечены два ответчика, один из них ненадлежащий, по мнению самих же ответчиков. Это информационно-алитическое агентство «Урад.ру». Дело в том, что они не являются юридическим лицом и не могут выступать в качестве ответчика. Вместо них должен отвечать учредитель данного СМИ ООО «Сибирско-урадская медиакомпания». Основные моменты первого заседания. Заседание провели в отсутствии ИСЦА, несмотря на то, что было ходатайство о невозможности участия в заседании ИСЦА и о переносе дела. Сначала провели заседание в отсутствии ИСЦА и только потом перенесли его в конце. Отсутствие ИСЦА проигнорировали. В первую очередь судья рассмотрел ходатайство ответчика. Ходатайство ИСЦА о проведении заседания в отсутствии ИСЦА рассмотрело в последнюю очередь. Со стороны ИСЦА ходатайства рассмотрения дела в его отсутствии не было. Все равно рассмотрели. Допустили адвоката Харисанова Анастасия со стороны ответчика. Какого из двух ответчиков не ясно, сведения в протоколе отсутствуют. То есть вопросы к секретарю тоже. Недостаточно достоверно, по моему мнению, ведет протокол. В отсутствие ИСЦА приобщили доказательства ответчиков, а именно возражения ответчика на иск ИСЦА и какое-то видео, не спросив при этом ИСЦА. Привлекли третьего ответчика, это вот тот самый автор статьи Карча Евгений Николаевич. Ушло полгода на то, чтобы установить его личность по законам РФ. Это возможно только через суд, уголовно-опрациональный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, либо адвокатский запрос. Судья Тихонова проигнорировала ходатайство представителя ответчика об исключении ненадлежащего ответчика информационного агентства Ура.ру. По закону должны были исключить. Адвокат ответчика не возражал, что, ну судя по протоколу, к сведению, была такая организация общества с ограниченной ответственностью Ура.ру, оно было признано несостоятельным банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство, и оно ликвидировано 20 февраля 2023 года, то есть буквально два месяца назад. Ссылка на статью, кому интересно, почитайте. Небольшое отступление. Домен Ура.ру зарегистрировал на имя владельца ООО энергосботовая компания «Энергоджин», город Тюмень. Устануя капитал 110 миллионов рублей. Генеральный директор «Назин» Дмитрий Александрович, учредитель акционерного общества «Сибирская уральская энергетическая компания». Что это, подконтрольные СМИ, что ли, энергетикам? Работает переадресация с домена «Ура.ру» на домен «Ура.ньюз». То есть на таком домене вы не прочитаете новости, вас сразу перенаправят вот сюда. СМИ «Ура.ру» впервые создана в 2016 году, ликвидирована 31.08.2021 как информационное агентство и зарегистрирована вновь, чуть раньше, чем ликвидация предыдущего, с таким же именем и адресом 19 февраля 2020 года, но уже в качестве сетевого издания. Это нарушение статьи 9 закона о СМИ, недопустимость повторной регистрации. Получается, в период с 19.02.2020 по 21.08.2021, то есть полгода примерно, было зарегистрировано одновременно два СМИ с одинаковым названием и адресом. Информация о имени владельца домена и о наименовании владельца домена «Ура.ньюз» теперь скрыта настройками приватности. Эту информацию можно получить только через суд, Уголовно-процессуальный кодекс или адвокатский запрос. То же самое с псевдонимом «Неупокоев», но там еще через КОАП. Так, на сайте Ленинского районного суда города Екатеринбург было обнаружено 24 гражданских иска КОСМК, из них 21 на защите чести и достоинства, из них только один удовлетворен частично, там фигурирует фраза от журналистов Ура.ру «Врач-фашистка». Номер дела указан. По еще одному гражданскому делу о защите чести и достоинства заключили мировое соглашение. Тоже интересное дело, в интернете есть видео, как известного доктора Щадского шантажировали статьями в СМИ. На нескольких сайтах разместили информацию, порочащую его честь, а затем стали требовать деньги за удаление статей. По какому принципу работают подобные сайты-компроматы и как противостоять таким атакам? Шацкий считает, что стал жертвой информационной атаки, а потом и вымогательства. От наших пациентов мы начинаем узнать, вот мы о вас там прочитали то, о вас то, мы теперь засомневались, стоит ли делать эти процедуры, не стоит. В итоге администрация сайта согласилась убрать материал в досудебном порядке. Тем не менее, переработанный и отредактированный текст снова появился в сети. Вы заметите, мы одну информацию убираем, ее уже скопировали на сайте компромата. То есть то же самое все выкладывают, мы подаем в суд очередной. Сожалеем, что вам пришлось оплачивать взятку суду. С сожалению, сообщаем, что решение суда вас не спасет от переопубликации статьи с обновленным текстом на нашем и иных порталах. Предлагаем решить вопрос полюбовно. Это переписка юриста Шацкого и администраторов сайта. Даже после появления судебного решения они отказались удалять компрометирующую информацию. Мы сталкиваемся с новым видом мошенничества. Данный вброс был сделан с целью вымогательства последующего денег. То есть сначала публикуется статья. Естественно, доктор на нее реагирует посредством своих представителей. Получает решение суда. И вот потом начинается торг, что типа да, удалим, но за дополнительные деньги. Люди пишут, что столкнулись с мошенниками. Сначала неизвестные размещают информацию, а потом за ее удаление требуют денег. Средний ценник 500 долларов. Очень важный момент. Потом поясню. В ПНД предлагали перепиши на нас квартиру, и я сам тебя отсюда выведу. Кстати, вот эта статья, по которому оспаривали сведения, она недоступна. Там 404 страницы не найдено. То есть ура.ру после соглашения мирового соглашения удалили эту статью. А эту статью они не хотят удалять. Трижды поменяли, но не удаляют. По всем остальным, 19 искам о защите чести и достоинства отказано в удовлетворении. Я не знаю, там еще надо идти в апелляцию, касацию и в Верховный суд, смотреть, чем дело закончилось по каждому делу. Но в первой инстанции вот такая статистика. Это вообще надо отдельный разбор делать, потому что самый первый иск был подан через месяц после регистрации СМИ. То есть они не успели открыться, на них уже иски отправляли. Один из исков подала администрация Сургутского района в отношении защиты чести и достоинства главы Сургутского района Трубецкого. Ого! Была размещена заметка под названием «Угрожает оральным сексом». Подчиненные мэра хотят пожаловаться Комаровой. Ну, администрация проиграла в первой инстанции, и в апелляции им тоже отказали. Что там творилось касаться и в Верховном суде, я пока не знаю. Ну, интересная статья. Можете сами найти. Вот ссылочка. Возвращаемся к заседанию. Адвокат-ответчик возразил против приобщения истцом в следующих документах заявление о проведении служебной проверки. Писалось ранее до судебных разбирательств. Редакции СМИ в отношении действий Карча Евен. Служебная проверка не была. Проведено ответа на это сообщение не поступило. Дальше ответчик возражал против приобщения удостоверения якобы журналиста, неустановленного СМИ на имя Неупокоева. Минимум 10 признаков фальсификации. Дальше судья приобщил в полном объеме доказательства истца. Все-таки приобщили вот это все. Вопрос о проведении заседания при данной явке обсуждался. Возражений нет. Ну, конечно, истата не было. Кто еще будет возражать? И одного ответчика, ненадлежащего, тоже не было. Провести при данной явке решила. Огласили исковое заявление, то есть судья и один из ответчиков. Без истца. Без одного ответчика. Сами между собой поговорили и все. Огласили исковое заявление. Ответчик не признал в полном объеме исковые требования. Заслушали стороны только одного ответчика. В отсутствии истца и еще одного ответчика. Ответчик признал редактирование статьи редакторами. Это очень хорошо. Значит, есть какие-то соавторы. Кем именно и когда, не ясно. Будем выяснять и привлекать в качестве соавторов, соответчиков. То есть ура.ру поступает примерно так же, как в мультфильме «Простоквашино». А здоровье мое не очень. Лидер секты СМАУ. Житель Сургута. По мнению представителя ответчика адвоката Харисановой Анастасии, фраза «лидер секты» не носит порочащего характера. Что, серьезно, что ли? А что же вы сами себя не называете? Ну, пишите так. Слова представителя ответчика адвоката Харисановой Анастасии. Слово «секта» – это направление, движение людей, которые не согласны с чем-либо. Что, смотрим выше, в этом же заседании, вот тут она не согласна, не носит порочащего согласия. Не признала, возразила, еще раз возразила. Ну, и говорила, что ответчик не надлежащий. То есть она, получается, сама себя записала в сектанты, что ли? Я ничего не понимаю. А почему вы тогда не придумали новую секту «лидер секты, возражающие адвокаты», например? Вот вам хороший этот заголовок для статьи. Лидия секты, возражающие адвокаты, пять раз возразила в ходе судебного заседания. Не согласилась с чем-либо. Фу, вообще жесть. Представитель ответчика адвокат Харисанова Анастасия называет заключение специалиста заключением эксперта. То есть она вообще не соображает, что эксперт предупреждается об уголовной ответственности, а специалист нет. У эксперта намного выше квалификации, чем у специалиста. У эксперта обязан иметь высшее образование по экспертной специальности, а специалист нет. И он вообще, вот специалист не имеет права проводить экспертизу. Но она, видать, это, не знаю, предоставила заключение специалиста, а в протоколе написано заключение эксперта. Обсуждается ходатайство ИСЦА об отложении заседания. А, вот, дошли, да? То есть это после минимума семи процессуальных действий в отсутствии ИСЦА. Вот они серым выделены, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь процессуальных действий они совершили, прежде чем отложить заседание, в связи с тем, что ИСЦА отсутствует. И заявил ходатайство о переносе дела. В общем, заседание продлилось 52 минуты, перенесли на 17.04.2023 в 11.00. Второе заседание состояло 17.04.2023 года. Там же в Ленинском районном суде, только с присутствием в Стругутском городском суде по ВКС. Ответчик, ненадлежащий информационно-элитическое агентство УРА.ру, до сих пор не исключено. То есть во втором заседании ни они сами, ни их представитель не присутствовал. По идее, должен был прийти главный редактор, либо кто-то по доверенности от главного редактора. Но этого нету. Нету этого ответчика, он вообще не участвует. А в его отсутствии все рассматривают. И его явку никто не проверял ни разу. Так, ответчик, учредитель данного СМИ ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» и новый ответчик – Карчий Евгений Николаевич. Псидоним не упокоив. Сам ответчик, Карчий Евгений Николаевич, не явился на второе заседание ни в городе Сургут, ни в городе Екатеринбург. Кто-то написал в комментарии, а, видать, до упокоя, не упокоя, доходит помаленьку, что за метлой следить нужно. С самого начала, как проходило заседание. На входе пристав Кабаченко Вячеслав, увидев меня, надел берет на голову. Так он делает последние пять раз, когда я его видел. Пристав Шинкао Уамар уже третий раз перестал отбирать паспорт себе в руки. Раньше всегда требовал передать ему в руки, иначе не пускал в здание. Это признаки состава статьи 19.17 КАП РФ. Это незаконное изъятие документа удостоверяющего личность, либо принятие документа, паспорта в залог. Потом сходил к суде Троевновскому и показал ему, что мои камеры не способны фиксировать, что написано в документах, даже на расстоянии одного метра. Все размыто. Секретарь трижды требовала, чтобы я присел в коридоре. Не получилось. Секретарь пыталась снять копию с паспорта. Не получилось. Паспорт судье показал из рук, не передавая, без снятия копии. Показал. В Екатеринбурге пришли уже два адвоката-ответчиков. Сидели спиной к камере и экрану, постоянно глядывались назад себе за спину и смотрели на меня. Ну, надеюсь, этот адвокат знает разницу между специалистом и экспертом. Действую вслепую, без ознакомления с материалами дела. До сих пор не ознакомлен. Полгода прошло, не знаю, что там есть. Ау, есть кто живой в городе Екатеринбург? Помогите ознакомиться с материалами дела. Напишите в личку телеграм. Судья Тихонова по ВКС отказалась показать свой паспорт. Отказалась. Как так? Это что получается? Признаки секты по мнению СМИ Ура.ру? Вот журналист Ура.ру Степыгин Антон написал, называет себя живыми человеками, не носит паспорта. Возвращаемся сюда. Паспорт судья показал из рук. То есть, уже не подходят признаки секты. То есть, уже признаки недостоверной информации. Дальше фраза представителя-ответчика адвоката Харисанова Анастасия из протокола от 14 марта 2023 предыдущего заседания. Они отказываются от официальных документов, паспортов. Так кто они-то, если паспорт показывается? За пять лет более ста заседаний было. И ни один судья, и ни один секретарь ни разу не показали ни один документ, подтверждающий их личность, должность и полномочия. И это у всех. Вы мне можете привести пример хотя бы один? Вот я слышал, да, были такие уникальные случаи, когда показывали удостоверение. И даже был один уникальный случай, когда лицо в черной мантии показало и удостоверение, и паспорт. Все остальные никто ничего не показывает. Ни один документ. Напишите в комментариях, кому-то показали хотя бы удостоверение в суде? Мне ни разу вообще ни один документ не показали. При этом судьи носят черные мантии, похожие на другие мантии, да? И вместо конституции ссылается на Библию. По поводу суда, вот там судья какая-то, Савельева или как? Да, да, да. Что она сказала? С Библией предусмотрено, что теперь администрация должна решать ваши проблемы, что ли, женичные? Или как? Да, мы вообще... Как сам написал Неупокоев, свои действия активисты объясняют религиозными мотивами, хотя я не придерживаюсь ни одной религии, я вообще не религиозный. В их заявлениях в поведении можно найти признаки секты. Так кто сектанты? Вот смотрите, отказалась показать свой паспорт, да? Носит черные мантии и ссылается на Библию вместо конституции. Кто сектанты? Идем дальше. Приказе о приеме на работу Карча в структурное подразделение города Сургут замазали цифры, зарплаты полностью. То есть он что, получается, безоплатно трудится? Безоплатный труд запрещен. Статья 4 ТК РФ. Адвокат ответчика, второй Бабиков Павел, заявил, что редакционное задание на публикацию статьи отсутствует. Нет, свидетельства о регистрации СМИ ура.ру тоже отсутствует. Есть только выписка из реестра Роскомнадзора. А вот у СМИ Камчатский регион свидетельства есть. У удостоверения журналиста есть свидетельства, а у них ничего нет. А еще он заявил, что структурное подразделение в городе Сургут не создано. Есть только в Москве, Екатеринбурге и в Тюмени. Карча принят на работу в несуществующем подразделении города Сургут. Насколько я сейчас понимаю, ознакомившись с делом у истца, с Карча, по-моему, существует какое-то личное неприязненное отношение. Молодец, он признал наличие личной неприязни между ответчиком и истцом. Данная информация обязательно будет приобщена к уголовного процессуальной проверке, которая сейчас ведется в отношении Карча и ЕН по многим статьям УК РФ. Копия приказа о принятии на работу Карча и ЕН без указания зарплаты, никем не заверена. Приказ подписан по доверенности, доверенность не приложена, все равно приобщили к делу. Дальше адвокат ответчика заявил, что договора между ОСМК и редакцией СМИ Ура.ру не существует, был до 2022 года. Дальше суд обязал ответчиков предоставить удостоверение журналиста на имя Карча и ЕН. Надеюсь, оно будет без признаков фальсификации. Оригинал приказа о принятии на работу Карча и ЕН. Получается, в приказе есть цифры, а в копии нету. Это уже признаки фальсификации доказательств. Дальше устав СМИ Ура.ру, устав ОСМК. А вот в истребовании других документов отказали. То есть трудовой договор на имя Карча, номер такой-то от 6 мая в ОСМК. Кстати, данный договор подтверждает и приказ о принятии на работу, подтверждает, что Неупокоев устроен как работник. Но вот статус журналиста удостоверяет именно удостоверение журналиста и приказ о назначении. А их нет. И вообще подразделения в городе Сургуте нет. Доверенность от директора ОСМК ЕН Куимовы на Султанову АЗ тоже отказали. Приказ о назначении главного редактора СМИ Ура.ру на имя Козлова Диана отказали. И копию платежных документов о перечислении работодателем ОСМК в налоговую службу, пенсионные медицинские и социальные фонды платежей заработника Карча Евгения Николаевича. Если у него там нолик, как он вообще налоги платит? И вообще платит ли он вот с таким вот трудоустройством, что они договор не хотят показывать? Оба адвоката возражали против видеофиксации процесса и себя. И от имени Карчи тоже возражали. Разрешили мне только самого себя фиксировать на видео, чтобы не нарушать права ответчиков. Какие права могут быть нарушены? Заседание открытое. В городе Сургут был один слушатель. Пожалуйста, приходите, смотрите на них на экране. Но вот на видео нельзя, не хотят. Сняются, наверное. Оба адвоката возражали против присутствия приставов для обеспечения охраны. Удовлетворили присутствие приставов в городе Екатеринбург. Получается, что судья Тихонова усмотрела реальную угрозу со стороны двух адвокатов. В Сургуте непонятно, но то же самое было написано председателю Сургутского городского суда и судье Уваровой в Сургуте. Ждем ответа. Неупокоив, может явиться и как в городе Екатеринбург, там уже обеспечили охрану. Но он еще может и прийти в городе Сургут. Вот тут обязательно охрана должна быть. Адвокаты ответчиков возражали против экспертизы и предлагали сначала обсудить все вопросы. Где вопросы права, а где лингвистики. Без экспертного мнения они хотели это все обсуждать. Судья сама предложила отправить мне все электронные документы, которые у них есть, малая часть материалов дела. В отправке копии дела по почте России отказала. Газ правосудия отсканировать дела тоже отказала. Для ознакомления с материалами дела представителям в городе Екатеринбург судья предложила мне оформить безоплатную доверенность в городе Сургут через директор управляющей компании. Также судья предложила прислать пустой DVD-R диск, они запишут все аудиопротоколы и вышли обратно. В общем заседание перенесли на 18 мая в 14.15, но не попали в техническое окно ВКС. Уже написал ходатайство о переносе. Вот все, что выделено серым, это в принципе процессуальные действия. И должно было быть вынесено определение на каждое это действие, чтобы можно было его обжаловать. Но ни одного определения я до сих пор не видел. Так, подытожим. Если они придумали секту живых человеков, да еще и с лидером, то получается всеобщая декларация прав человека и статья 2 Конституции РФ. Тут их получается что, отменять надо? Потому что несопоставимо понятие секты и Конституции. Ну никак она не вписывается в статью 2 Конституции РФ, где сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. А тут получается что, секта живых человеков будет высшей ценностью что ли? Я ничего не понимаю. Они это хотят сказать что-то? Что секта является высшей ценностью? Дальше читаем. Признание и соблюдение защиты прав и свобод человека и гражданина. Обратите внимание, что высшей ценностью является человек и его права и свободы. А слова гражданин в этом предложении нет. То есть гражданин стоит отдельно. Но его права и свободы государство обязано защищать. Но высшей ценностью, судя из этого предложения, он не является. То есть есть отдельно соединительный предлог. И он как раз перечисляет, не взаимоисключает. Вот если было указано в скобках гражданина, в общем, это в соответствии с Конституцией, это разные понятия. Человек и гражданин. Что это вообще, я не понимаю. Все, кто назывался человеком и пользуется правым человеком, это что получается, все сектанты что ли? А может выдуманный секта живых человеков это покушение со стороны Карчи и ЕН на конституционный строй? Пишите ваши комментарии. Ссылки приложены на документы. Смотрим. Что, у нас языки не поменялись? Что их менять-то? А это Голубинская распорядилась поменять значки? Да, нормальная значка. Нет, он не затер. Ну это более-менее читаемый. О, да вы пишите, что затер-то он. Он вообще не затер-то. А я про вас, что ли, писал? Да. Да? Ну раньше, значит, был затер. Нет, он у меня один. Он не может быть. Ну, значит, на камеру так ловит. На камере видно, что это не читаемый. А вы берет когда одеваете? Когда на работу приходите? Или когда меня видите? Нет, мы же поменялись. А, только поменялись? А, только поменялись? Ну, благодарю, что я хотел показать. Вы беспокоились по поводу того, что у видеокамеры это? Нет, мы смотреть не будем. Я просто от... Собственно, потом у вас из ко мне не было, чтобы эти документы... Потому что... А потом... Ну вы вот после того, как сделали замечание, да? Вы сами показали на камеру персональные данные от одного из свидетелей. Не знаю, кто это. Может, обменяем, может, свидетель. Я могу показать разрешение видеокамеры. Не позволяя читать документы даже вот на таком разрешении. Читать, не читать, мы его не будем. Проходите. Вот так, раз. Ну, просто либо так, чтобы не попадало, либо ее пониже, либо опускало. Так, подобное. То есть, чтобы документы, которые у меня находятся на столе, они у вас в пользу не попадали. Не попадали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Мне не сказали, что вот у тебя персональные данные, что тут на столе остаются. Я на столе не могу не разложить. Так. Ну, в общем, вы сами, да, убедились? Вы вообще не читали даже с расстоянием метра? Я-то, предполагаю, знаю, а вот в стене что-то спрашиваю. Поэтому, здравствуйте. Здравствуйте. У меня нет таких камер за 500 тысяч, как у Сургутин-Фронт-В. Вот они могут очень досконально рассмотреть. Благодарствую. А у тебя разрешение спросили? А что, должен разрешение спросить? Я не хочу присаживаться. Я не хочу присаживаться. Я вас что, подчиненный, что ли? Присаживаться, присаживаться. Может, ваш паспорт, либо копия, и оригинал, вы верите? Зачем? Потому что мы будем личность и отправлять документы ваши в тот суд, которые будут... Отлично же устанавливаются цели. Паспорт с копией нужно сделать и отправить им. Кому нужно? Вам? И мне. Мне нужно. Я запрещаю им копии делать. Паспорт отказать. Паспорт, давайте личность проверим. Я не отказывался. Передаю им копию делать. Сорокопию, да, я запретил. Не путайте, пожалуйста. Нет, я не путаю. Кому, мам, покажите. Нет, я не путаю. Вдруг, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Открывается судебное заседание, слушается гражданское дело поиска Булгакова Антония Николаевича к информационно-аналитическому агентству РАРУ. Учредителю СМИ УОСИБИРСКОРАЙСКОМЕДИАКОМПАНИЯ О защите чести и достоинства. Кто явился в судебное заседание, представьтесь, пожалуйста. Назовите фамилию, потому что явился естец Булгаков. Представлен паспорт. Назовите фамилию. Имя, отчество, фамилия, персоны Антон Николаевич Булгак. Дальше кто населился, представьтесь, пожалуйста. У нас представитель ответчика СМИДИАКОМПАНИЯ НО, как память, Коспорт Сергеевич, десыщь на основании доверенности, так же он диротматривался в его представлении. Добрый вечер, господин. СМИДИАКОМПАНИЯ Орган, Коспорт Сергеевич, Дмитрий Николаевич, Докат представитель СМИДИАКОМПАНИЯ НО, как представитель СМИДИАКОМПАНИЯ Десыщь на основании доверенности и ордер. На вас объявляйте состав суда. Дело рассматривается в составе председательства судей Тихонова при секретаре судебного заседания Герасимов. Дом доверяете? Отводов нет состава суда. Кому вопрос? Озвучьте, пожалуйста, исту. К вам вопрос. К вам вопрос. Отводов состава суда нет? На данной стадии нет. С вашей стороны, дружище. За 10 из метод Savage введение андро в записи протокола судебного заседания разъясняются процессуальные права и обязанности лица, участвующих в деле, иметь право знакомиться с материалами дела, делать выписки и не снимать копии, заявлять о вводы, представлять наказательство, участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, специалистам, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного заседания вопросам, обжаловать судебные постановления, использовать другие предоставленные законодательства, и профессиональные права. Лица, участвующие в деле, должны образовывать на пользу всеми принадлежащими им профессиональными правами. Истец правил изменить основание или предмет рисков, увеличить или уменьшить размеров своих требований, отказаться от риска. Ответчик правил признательств к сторонам могут окончить дело в мировом соглашении. Ну, в сторону присутствующих судебных заседаний, расписки запомнили. Вам роман понятный? Кому вам? Вам вопросы. Антон Николаевич? Нет, непонятно. Что вам непонятно? Имели я право удостоверить вашу личность должности полномочия? Перед вами состав судьи Тихонова и Райскины дело рассматривают. Я действую от имени Российской Федерации, рассматриваю ваше дело. Но этого достаточно. По принципу родноправия я предоставил паспорт. Можно ваш увидеть? Это не предусмотрено гражданским процессуальным кодексом. Тогда у меня все вопросы. Что я не расслышала? У меня все вопросы. Все вопросы? Хорошо. Ходатайства обсуждаются? Умеется ходатайство? От вас поступило несколько ходатайств, в том числе и также имеется ходатайство со стороны ответчика. У меня есть... У меня есть... У меня есть ходатайство. Да, да, есть. Сейчас, секундочку. Так, у меня ходатайство об исключении доказательств. Так, оно касается заключения специалиста. Данное ходатайство было направлено вчера через газ правосудия в Ленинский районный суд города Екатеринбург и ответчикам на адресах электронной почты. Смысл этого ходатайства о том, что заключение специалиста, я так понял, приобщено к материалам дела, да? Я просто не ознакомился с моим тестом. Нет, смотрите, в настоящее время оно поступило через газ правосудия, так же, как ваше ходатайство, и оно будет вместе рассматриваться со всеми ходатайствами сегодня в судебном заседании. То есть оно еще не приобщено? Нет, сейчас, так как вы истец, вы первые заявляете ходатайство, а потом сторона ответчика заявляет ходатайство о приобщении. Тогда вопрос, понятно, когда они заявят о приобщении, я оглашу это ходатайство как возражение. Да, хорошо, давайте такую последовательность тогда. Давайте другие тогда ходатайства, пока больше. Следующее ходатайство по поводу тоже исключения доказательства, это приказ о приеме на работу Корча Евгения Николаевича. Я так понял, он тоже пока не приобщен, да? Так, сейчас посмотрим. Сегодня это тоже, да, получается. Да. Оно предложено вот этому ходатайству. Отдельно направлялось? Да, сеть. Оно у вас какой сейчас? Сюда направлялось. А, еще, я все собираю. Хорошо, тогда тоже давайте такую же последовательность изберем. Добро. Так, относительно вашего ходатайства по исключению доказательств, пока тоже, да, до заявления? Да, да, я вот это. Давайте следующее, следующее ходатайство ваше. Сейчас, секундочку. Об истребовании, да? Да, давайте об истребовании. Так, тоже все ходатайства, которые я буду сегодня озвучивать, были направлены в сторону ответчиков и в Ленинский районный суд через ГАЗ правосудия. Значит, у меня заявление об истребовании доказательств в связи с подготовкой к судебному разбирательству по делу. Прошу истребовать следующие документы, заверенные надлежащим образом. Номер три. Приказ о приеме Карча Евгения Николаевича на работу в ООСМК. Тот приказ, который прислали ответчики, там не указана сумма, документ никем не заверен, доверенность не приложена, то есть, ну, невозможно рассматривать. Я потом озвучу эти возражения. Так, четвертое. Трудовой договор, номер такой-то, от 6 мая 2022 года в ООСМК. Так, на каком основании трудовые отношения оформлены между Карча и ООСМК? Пятое. Удостоверение журналиста ура.ру на имя Карча Евгения Николаевича. Тоже очень важный момент. Это, согласно закону ОСМИ, это единственный документ, который подтверждает полномочия журналиста. Либо паспорт или другие документы, подтверждающие полномочия. Таких документов я у Евгения истребовал многократно, но он ни разу не предоставил. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. А будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы журналист какой компании? Вообще не реагирует никакой реакции. На груди журналиста служебный бейджик, правда, перевернутый. Внешне обычная белая картонка. В прошлый раз вы на стоянке были с удостоверением. Вот посмотрите на меня. Я журналист, удостоверение у меня на груди. У вас сейчас удостоверения вообще нет у журналиста. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Я журналист так и так. Нету, потому что я знаю, с кем я разговариваю. А народ-то не знает? Я не знаю, я же вас не узнал даже. Народ знает? Прекрасно. Вы зачем подошли сами? Мы вас не знаем. Мужчина, вы зачем подошли к нам? Мне интересно, вы на каком основании работаете? Согласны закону ОСМИ? Вы можете обратиться в редакцию, вам официальную информацию дадут. То есть вы не можете пояснить? Я не обязан. Дайте нам пообщаться, пожалуйста. Какой-то журналист, матерными словами, и все. Шестое. Шестое. Редакционное задание на имя Карча Евгения Николаевича на публикацию статьи по адресу, адрес статьи указан. Седьмое. Устав редакции СМИ УРА.РУ в соответствии со статьей 18 закона ОСМИ. Восьмое. Договор между учредителем СМИ УРА.РУ и редакцией СМИ УРА.РУ. В соответствии со статьей закона ОСМИ. Статья 18. Так. Девятое. Устав ОСМК. Обязательно. Десятое. Выписку из реестра Роскомнадзора регистрации СМИ УРА.РУ. 11. Свидетельство о регистрации СМИ урад.ру. 12. Приказ о создании структурного подразделения ООО СМК в городе Сургут. Я проверял выписку Игрюл. Там больше 300 тысяч неких СМК. Я не нашел выписку Игрюл. Подразделение в городе Сургут указано в приказе, который был предоставлен ответчикам. 13. Доверенность от директора ООО СМК Е.В. Куимовой на Султанову А.З. Данный штамп указан в приказе о приеме на работу по доверенности. 14. Приказ о подтверждении редакционного пункта СМИ урад.ру в городе Сургут, куда был принят карчер. 15. Приказ о назначении руководителя структурного подразделения ООО СМК в городе Сургут, кому он непосредственно подчиняется. 16. Приказ о назначении главного редактора СМИ урад.ру. Тоже важный момент. До сих пор неизвестно, кто там главный редактор. 17. Приказ о назначении главного редактора СМИ урад.ру в редакционном пункте в городе Сургут. 18. Копия платежных документов. Перечисление работодателем ООО СМК в налоговую службу, пенсионные, медицинские, социальные фонды, платежи за работника Карча Евгения Николаевича. 18. Так как в приказе не указана зарплата, отсутствуют цифры. Получается, либо он трудится безоплатно, либо он не отчисляет налоги. 18. А безоплатный труд у нас запрещен в соответствии со статьей 4 ТК РФ. Надо разобраться в этом вопросе. 18. В принципе, все. 18. Скажите, пожалуйста, все эти документы запрашивают. Для каких целей? Какое доказательственное значение по делу вашему ОМИ имеют? 18. Прямое значение, потому что я до сих пор не уверен, что не упокоив каким-либо образом трудовыми отношениями, либо профессиональными журналистскими, связанными с учредителем и с редакцией Ура.ру. 18. Я не увидел никаких доказательств. Ни удостоверения журналиста, ни редакционные задания, ни Устат. 18. Ну, вообще никаких взаимосвязей я не вижу. 18. А данные документы позволят точно идентифицировать и установить причину, ну, не следственную, а организационную правовую связь между неким гражданином Карча Евгений и вообще иметь ли он право использовать псевдоним, не упокоив, в соответствии с законом ОСМИ. 18. Потому что, я так понял, из тех действий, которые он совершает, в том числе и кидается телефонами в сотрудников суда, нападение на журналиста было, идут разбирательства в полиции. 18. Его действия, я считаю, опасны для общества и нужно определенным образом установить связь, является ли данный гражданин самостоятельным лицом, который опубликовал данную статью, либо есть взаимосвязь с редакцией СМИ и учредителем СМИ. Это совсем другие правоотношения. 18. Понятно. Обсуждается ходатайство. 18. Приказ о приеме Карти Евгения Николаевича на работу в СМИ будет предоставлен. 18. По материалу, дело дальше, трудовой договор от 6-го года, мы не считаем, необходимо предоставить, то, что на случай приказ о приеме Карти Евгения Николаевича на работу будет недостаточно, потому что эти вещи подтверждают, что Дени Николаевич является журналистом вселенной компании и будет выступать в качестве ответчика. У состояния журналистов также считают основания предоставлять, поскольку представлены река за приеме на работу. Ребята, ну вы же нарушаете закон, я журналист, так и так. Далее, реакционное задание Миколаевича Сергея Николаевича, по реакционному статье, оно отсутствует, поскольку, поскольку для подготовки новости не требуется реакционного задания. Устав редакции и договор сразу же поясню, у нас сейчас нет договора у института редакции. Устав редакции института информации, также мы в данном случае считаем, нет необходимости его предоставлять по отделу защиты чести и достоинства, если члены не влечить. Устав Сибирская семья компания так и считает, нет необходимости представлять, также не имеет отношения к нему выписку. Завеса Роскомнадзора регистрации СМИ, она есть, вот эти данные есть на сайте Роскомнадзора свободно в доступе, ответить, естественно, можно спокойно получить. Завеса регистрации СМИ в УРАУ, а также свидетельство о регистрации СМИ в УРАУ, как тогда было, оно отсутствует. Есть данные за Роскомнадзора на сайте Роскомнадзора, чтобы не зарегистрироваться в связи с массовой информацией. Что касается приказа создать структурного подразделения в Суббуте, дали документы, связанные со структурным подразделением в Суббуте. Мы указываем, что структурного подразделения в Суббуте не создано, а у нас есть только структурное подразделение в Екатеринбурге, в Москве и в Киевне. Мы пишем, что структурное подразделение в Суббуте существует в городе Суббуте. У нас журналисты работают свободно по всей России, для них не хотят создавать структурное подразделение. Дальше приказа создать главный номинатор СМИ в УРАУ. И так же, считаю, нет никакого необходимости. Мы не представляем документы, не имея никакого отношения к рассматриваемому спору. У нас есть конкретчик в зависимости от средств массовой информации информационно-этического агентства. Мы писали данные журналисти. Мы считаем, что более ничего. С нашей стороны следует приобщать. Мы считаем, что только платежи документов в приселение работников денежных средств. В том числе за работника Карча Евгения Николаевича. Мы считаем, что нет никакого необходимости писать. Потому что не относимо к рассматриваемому спору. Но более того, там будут раскрыты персональные данные. Насколько я, если честно, мы можем сделать то, что будет за Никасей Скарычем. Мы не говорим, что существует какое-то личное непрязнение. Отношение уже не все. У нас работают средства массовой информации. Мы считаем, что мы не боимся оставить персональные данные. И для того, чтобы меньше, естественно, использовали персональные саморозы. Хорошо. Ваши есть дополнения? Нет. У вас дополнения по ходатайству имеются? Да. Прошу обратить внимание суда, что ответчики признали наличие личной неприязни Карчи к Антону Николаевичу Булгакову. Ты в зоопарке был? Там верблюд видели? Верблюд. Обиделся. То есть, возможно, из этих побуждений данный факт имеет большое значение для уголовно-процессуальной проверки. Данный факт доказывает прямой умысел и состав преступлений, по которым идет сейчас уголовно-процессуальная проверка. Благодарствую. Так. Второе. Вы сказали, что отсутствует подразделение в городе Сургут. Однако в приказе напрямую указано, что принят в подразделение города Сургут. То есть, он, получается, принят в никуда, с нулевой зарплатой. Где он вообще трудится? Каким образом? Он налоги вообще отчисляет? Я требую предоставить вот эти все документы, чтобы разобраться в этом вопросе. Он вообще сотрудник, журналист или он просто частное лицо, который не в соответствии с законом, нарушая закон, скажем так, пользуясь, возможно, в корыстных целях законом о СМИ, используя пси-доним, чтобы искрыть свою личность, чтобы на него никто не мог подать в суд, и никто не мог подать под протокол устное заявление о преступлении в соответствии с частью 3-й 141 УПК РФ. Благодарствую. Слушайте, опять же по поводу Сургута. В приказе, может быть, мы с ним... Передавайте на обозрение, о чем вы говорите, что с УПК РФ. Указано, что работают собственные корреспонденты в плане Сургуте. Собственные корреспонденты, по законам о СМИ, они могут работать в любом регионе России, в том числе и за пределами Российской Федерации. Собственные корреспонденты для этого не нужно отрывать в структурном подразделении, если там нет помещений для этого, где обладают рабочие ста, где он работает. У нас работают собственные корреспонденты. О том, что это в СРУЖДУ будет присоединиться. Девчонки. Я напишу на СУД. О, за улучшение, большое внимание, на логеря председателях КОП КИХАДОС. Сегодня взяли на даты с корпордачей. Там просто о чем говорили у нас в «Систец?», мы скрыли персональные данные от 20-й зарубленности. Они не имеют никакого значения для осматриваемого дела. Угу. Ясно. СУД церещается вместе от людей. Так. Другие ходатайства в части. Если вы можете нанести приемный номер Корчагин Николаевич, все-таки имеете в виду? Ну, то есть. Доставьте, пожалуйста, приставление материала. Относительно приказа о приеме на работу. Вот этот приказ вы заявляете о приобщении? Да, мы же заявляем о приобщении материала. А вы просите его не приобщать, исключить, да, из состава доказательств? Да, я могу мотивировать. Да, слушаю, давайте тогда вот сейчас относительно этого ходатайства, что у вас пересекающийся ходатайство по приказу о приеме Корчагин Николаевич на работу. Слушаю вас. Так, опять же, ходатайство направлено через ГАЗ правосудия и на электронную почту ответчиком. Ответчиком была предоставлена копия документа. Это, так, кавычка открывается, приказ в скобках распоряжения о приеме работника на работу, кавычка закрывается, с 6 мая 2022 года на имя Корча Евгения Николаевича, за подписью директора ЕВ Куимова дали копия. То есть копия некого документа. Так, нужно еще проверить, предоставили ли они оригинал для сверения для суда. Копия никем и ничем не заверена. Отсутствует печать, отсутствует надпись копия верна, отсутствует указание, где хранится оригинал, и отсутствует фамилия и подпись заверившего копию лица. Да, отсутствует подписи, собственноручные написанные фамилии в соответствии со словарем русского языка и статьей 19 ГК РФ. В данной копии стоит штамп прямоугольной формы с надписью Султанова А.З. по доверенности от 15.02.2022 года. Возможно, год неправильно указал, там очень трудно разглядеть. Однако, сама доверенность ответчикам не предоставлена и не указана в приказе в качестве приложения. Также в копии не заполнена графа «тарифная ставка», «оклад». Почему-то они дату рождения, адрес проживания, имя, отчество, фамилию они не скрывают как персональные данные, а зарплату скрывают. Зарплата имеет колоссальное значение, потому что, как вы сказали, они сейчас пытаются все переложить в сторону личной неприязни. А я хочу доказать, что он действовал в соответствии с редакционным заданием «Ура.ру». То есть тут ответственность, нужно четкие границы между ответственностью, между тремя ответчиками. Либо солидарно, либо во всем виноват карча, либо солидарно, в зависимости, как суд определит, на ком лежит ответственность. Понятно. Я сейчас предполагаю, что ответчик пытается всю вину переложить на карчу в связи с признанной личной неприязнью. Так, так же в копии, так как так, тарифная поставка отсутствует, то есть они хотят сказать, что он безоплатно трудится, как и я. Просто чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну, вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Так, в соответствии со статьей 4 ТК РФ принадлежительный труд запрещен. Ознакомившись с данной копией, любой может сделать вывод, что карча, ГИН, якобы, так как копия не заверена лежачим образом и не имеет юридической силы, принят на работу на безоплатной основе. Как вас? Все по-прежнему устраивает? Работаете? Зарплату получаете? Да, меня все устраивает. Благодарство. Я честно работаю. На основании изложенного, исключить из материала гражданского дела, как неотносимое, недопустимое, недлежащее доказательство. И истребовать настоящий оригинал приказа, заверенного лежачим образом, с приложением всех документов, в том числе доверенностью. Благодарствую. Обсуждается ходатайство. Уважаемый суд, я считаю, что можно подсказать следующий у вас вопрос на сцене, по всеми ориентами приказа для обозрения суда. Потому что здесь представлена копия, но собственно оригинал он ничем не отличается. То есть, не будет указано, что копия, и суд убедится, что действительно здесь оригинал, что как-то перед на работу. Зараплату просто попросит не озвучивать, и это все. Таким образом. Понятно. Значит, суд, совещаясь на месте, определил. В настоящем судебном заседании ходатайство ответчиков, в части приобщения к материалу дела, кодные приказы удовлетворить, кодные приказы материалы дела, поскольку в настоящее время иного приказа не имеется. Как только пояснил только что представитель ответчика, оригинал приказа будет предоставлен в судебное заседание. Следующее. Код для приказа, переданного в суду, заверена адвокатом, представителем ответчика. Данный приказ приобщается в том числе, поскольку заявлено стороной СЦА требование об истребовании такого приказа, приказ в настоящее время, предоставлен в материал дела, относительно ходатайства стороны СЦА о несогласии с формой и содержанием данного приказа, исключение такого доказательства из материала дела, то такие доводы уже оцениваются в судовом совещательной комнате при вынесении решений о оценке всех совократных доказательств по своей совокупности. Далее возвращаемся к ходатайству об истребовании доказательств. Удостоверение журналиста, я сказала, удовлетворитесь требовать. Редакционное задание на имя Корчан, удовлетворение данного ходатайства отказать, поскольку сторона отречка пояснила, что его просто нет. Устав редакции СМИ УРАУ, будьте добры, пожалуйста, материал дела представьте. Договор между учредителями и редакцией, это у вас о чем-то думает? Вы для чего просите договор, еще раз можете проговорить? Договор между редакцией и учредителями? Дело в том, что учредитель и редакция по законам Российской Федерации, это два отдельных самостоятельных лица. И так как учредитель учредил информационное агентство УРА.ру, то между ними должны быть какие-то взаимоотношения. На каком основе? Либо на основании устава, либо на... Это раз. А еще в уставе должно быть прописано, как они взаимодействуют в дальнейшем. И эти отношения регулирует именно договор. То есть учредитель, допустим, поручает СМИ УРА.ру выполнить какие-то там задачи определенные. И УРА.ру на основании этого договора поручает через редакционное задание своим журналистам-корреспондентам осветить определенную тему. И вот эта вот цепочка, она неразрывно связана. Устав, договор, редакционное задание, удостоверение журналиста и на выходе статья. Ответчики, исключая вот эти вот документы все, и возражая против них, они стараются разорвать эту связь между непосредственно исполнителем, автором статьи, и между собой, чтобы не нести за него ответственность. Я же хочу, наоборот, установить, есть ли эта связь, каков круг полномочий, капитенции, то есть имели ли они право вообще взаимодействовать и на каком основании. Благодарствую. Да, я подняла вопрос. 200 человек уже работает, он на направлении, просто он уже назовет. Сейчас у нас существует первый устав, мы его предоставим. Понятно. Значит, относительно подастов и стребный договор отказать, поскольку договора не имеется, есть устав. Устав подавленная часть стребного устава удовлетворено. Устав также требуется у Сибирск-Уральского меди-компании. Умеется устав? Да, конечно. Устав подавленная часть стребного устава удовлетворяется. Устав представьте, пожалуйста. Выписку из веста в Роскомнадзор и регистрация СМИ-Урага. Пути, да, вы, пожалуйста, тоже представьте ему сайта и так далее. Булгаков, адвокат дьявола, ты понял меня? Антон Николаевич для вас. Хотите, пожалуйста? Булгаков, адвокат дьявола. Ты в Бога веришь? Так, сейчас пойдем. Слепое действие, не ознакомиться с материалами дела. Так, с разрешением приложена выписка из Роскомнадзора в отношении информационного агентства урага. Поэтому в этой части уже получается ходатайство исполнено стороной отечества. Поэтому мы не подожди до этого. Среди с регистрацией СМИ-Урага, я поняла, что оно отсутствует. Да, пожалуйста, у нас в Анистатии 8-го года СМИ при регистрации СМИ-Урага с информацией направляется регистрирующего на выписка о регистрации, чем, собственно, на нужном материале дела есть, но зарегистрировано. Как такое свидетельство, значит, смотрится. В этой части СМИ определил выстребование свидетельства о регистрации СМИ-Урага в Казахстанской ураге в Немеце. Относительно истребования приказа о создании структурного подразделения, доверенности от директора выявлены приказа об учреждении депрессионного конкурса СМИ-Урага в городе Сургуте, приказа назначения руководителя структурного подразделения СМК в городе Сургуте отказать, поскольку в стороне отличка объяснена, что такого структурного подразделения не имеется. Приказ назначения главного редактора СМИ-Урага в редакционном в городе Сургуте также отказать, поскольку данных доказательств в отношении заявленных требований и доказательных значений не имеют, являются излишними. Структурное подразделение в городе Сургуте отсутствует, соответственно, главного редактора у него не имеется. Относительно входа и платежных документов, отречисления заработной платы Корча Евгения Николаевича отказать, поскольку в настоящее время рассматривается скорость и честь, и достойство, которое не касается доходов Корча Евгения Николаевича. Данное доказательство, доказательств в отношении по предмету заявленных требований не имеют. Давайте дальше, слушай, ваши ходатайства еще у вас имеются. Я предлагаю, да, у меня есть еще три ходатайства, я предлагаю перейти при общении ответчиками заключение специалиста и обсудить его, а потом я закажу экспертизу и отложу дело. Да, хорошо. Хорошо. Продолжение следует. 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 Копия полученных электронных писем в адрес представителя Роспространства ГИИ и компания Дарья Евгений Павловича от ИСКА, согласно которому по электронному адресу естественно подписывается пункт, тонн, пруд, бута, отец Николай. Копию стенограммы видеозаписи по заклопу в первом кругу электронного знижания в Миноколусею в 2017 году на странице сайта на лице с самым названием «Сургут» «Надзор вольный Сургут». А также уважаемый суд. Копию электронного письма, а в отправке указанного Чутиевича Николаевича, награмму видеозаписи по электронной почте. А высказки тоже отправлены. Да, уважаемый суд, я предоставляю копию электронного письма по первой отправке. Вам поступали документы такие, которые приобщить проще материалов? Нет, нет, не все. Я получил только приказ и какую-то стенограмму, какого-то видео на канале что-то там, стенограмма рукописи. То есть два документа. А там, я так понял, четыре что ли представлено. У меня их нет. Нет, представлено стенограмма видеозаписи. Это вот у вас что, скриншот электронной почты или что? Да, уважаемый суд, я поясню. Этого нет у меня. Нет. Спасибо. Спасибо. В. 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 Вашей перепиской с представителем ответчика. Скриншоты у меня нету, я не могу сказать, что там, я же не вижу этого всего. Требую отказать до тех пор, пока не отправят мне. Понятно. А вы-то просите приобщить только за подписи, в которых... Да, поскольку все отрицают свои наименования, не просим в группу, вставят вас, сколько, да? Понятно. Суд, совещаясь на месте, предъявил кадатство удовлетворить в части, приобщить к материалам дела, копию электронного числа направления, копию приказа, которая сегодня у материала дела приобщена, и также копии стенограммы видеозаписи. При общении копии скриншота отказать, поскольку данная копия не направлялась в настоящее время в СУ, и, естественно, шоу права высказаться, рак, относительно данного наказательства. С того стороны, отречки не решена, надо ли право наполнить следующее судебное заседание. Так, относительно фактодистов, а приобщения доказательств в виде... У меня возражение. Надеюсь. Да, слушаю, Denise. При общении доказательств в виде заключения специалиста, и ваше фактодистов, в исключении данного доказательства из материала дела. Слушай, ваше возражение относительно приобщения данного доказательства. Нет, у меня возражение относительно предыдущего действия председательствующего. Вы не спросили мое мнение о том, возражаю я, о приобщении двух вот этих документов. Я возразил по третьему, но по двум стенограмма и приказ вы не спросили мое мнение. Я возражаю. Хорошо. Вы просто не высказались относительно двух документов, вы подтвердили их получение. Поэтому я подумала, у вас нет возражения. Слушай, ваше возражение. Я возражаю именно против стенограммы. Приказ-то вы уже приобщили, я в принципе не против, потому что это прямое доказательство, что у меня есть свои причины. А по поводу стенограммы я не вижу смысла приобщать ни одного неотносимого, недопустимого, каким образом оно это все относится к делу. Ну и что, что там кто-то себя по-другому называет, использует псевдоним, допустим. Какая разница, я не понимаю. Какое это отношение имеет к делу? Что там написано, что лидер секты там или руководитель движения живых человеков или что-то. Что там? Какие слова относятся к делу? Не по существу. Возражаю. Да. Уважаемые, пожалуйста, разрешите. Что там? Уважаемые, которые мы с вами думали, вам будут, нам не будет вставлены с теми драмы данной видеозаписи. Возле нам будет заявляться к прослотам данной видеозаписи, поскольку данная видеозапись длится более часа, нами представлены минуты, которые имеют по нашему имене участие значения, из которых мы просили суд осмотреть данную видеозапись страху дебνого заседания. Только в данных целях представлена данная стенограмма, она функционально остановит рассмотрение и время, и мы считаем, что все-таки данная стенограмма может быть для общения этого дела. Есть еще? Да, слушаю. Возражаю. Если вы вчитаете стенограмму, там написано, что с такой-то минуты доказывают иные обстоятельства, но какие конкретные не указаны. То есть, либо пускай перепишут эту стенограмму, какие конкретные обстоятельства они там указывают и чем мотивируют это. Либо просто отказать при общении. Но я не вижу там ничего, что относится к существу, к предмету иска. Вообще никакого отношения не имеет. Понятно. Суд, совещаясь на месте, определил все-таки документы, представленные стороной ответчика материала дела при общении, это электронное письмо, пропись стенограмму, поскольку данная стенограмма сделала указательную видеозапись, которая уже приобщена в материал дела. Переходим к следующему ходатайству о приобщении и доказательстве в виде экспертного заключения специалиста и возражений и ходатайству на стороне и самов исключение данных доказательств из материала дела. Я услышаю вас. Так. Ходатайство об исключении доказательств по поводу заключения специалиста. Ответчикам было предоставлено некое заключение специалиста 71-23 от неизвестной даты, дата подписания не указана и оформления. Там только дата начала и дата окончания экспертизы. А насколько я знаю, по аналогии с протоколом в МВД, в Следственном комитете, должна быть еще и указана дата подписания данного экспертного заключения. От неустановленной организации отсутствуют обязательные идентификаторы, такие как ИНН и ОГРМ. На печати они не читаемы, в шапке не указаны. За подписью специалиста Троицкая Татьяна Александровна. Далее заключение. Так. К данному заключению приложен диплом бакалавра на имя Троицкая Татьяна Александровна по специальности юриструденция номер 03-09-00 от 26.06.2015. Далее диплом. В соответствии с приказом от 12 сентября 2013 года номер 1061 Министерства образования и науки об утверждении перечней специальности и направлении подготовки высшего образования для проведения сертификации по экспертной специальности авторовеческая экспертиза 2.1 исследования письменной речи 45-00-00 языкознаний и литературоведения. Необходимы базовые профессиональные специальности, такие как их всего три. 45-03-01 это филология направления русский язык, русский язык и литература. Либо 45-04-01 филология направления русский язык, русский язык и литература. Либо 45-04-03 фундаментальная и прикладная лингвистика. Пятое. В соответствии с перечнем специальностей высшего профессионального образования необходимых для сертификации в системе добровольной сертификации методического утвержденного приказом номер 86-1-1 Федерального бюджетного учреждения Российской Федерации, Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Далее перечень. Специальность диплома 0309 юриспруденция не входит в данный перечень и не имеет вообще никакой сертификации компетентности для проведения экспертиз. Таким образом, у специалиста, составившего заключение, отсутствует высшее образование по базовым профильным специальностям лингвистика или филология. Седьмое. Листец оценивает данное заключение как неотносимое и недопустимое доказательство, не согласен с ним и возражает некомпетентные и не имеющие для суда заранее установленные силы, исходящие от органа, неуполномоченного представлять данный вид доказательств, подписанное лицом, не имеющим права скреплять документ подписи, не содержащий неотъемлемые реквизиты в виде даты подписания, а также реквизиты, позволяющие индифицировать организацию. ИНН, УГРН на часами печати или в шапке, а также в заключении отсутствует сам объект исследования в виде статьи. Если полистаете, там объект исследования, статья вообще нечитаема, там какие-то квадратики, непонятно, что она исследовала, исследовала вообще непонятно. Так, на основании вышеизложенного требую исключить заключение из материалов гражданского дела, номер такой-то, как неотносимое, недопустимое и недалежащее доказательство. В общем, общий смысл, что человек получил образование высшей юриспруденции, но при этом позволяет себе проводить лингвистическую экспертизу. Да, там приложены как бы 4 или 5 повышающие курсы, там какие-то микрочасы, это что значит? Это у нас любой водитель может пойти, доучиться на лингвиста и проводить экспертизы судебные, лингвистические. Но это же абсурд. У меня вот инженерно-физическое образование. Если я пойду на повышение курсов лингвиста, я что, могу проводить экспертизы, что ли? Это абсолютный абсурд. Я вообще не понимаю, каким образом данная экспертиза появилась, и я бы хотел даже увидеть этого человека, который попытался, причем выводы, если вы обратите внимание, то они выводы делают, что слово «секта» носит нейтральный характер. То есть можно, в соответствии с этим заключением, якобы эксперта, можно любого назвать сектантом, что ли, или что? Ну, не упокоит Евгений, тоже признавался, что он живой человек под видеокамеру. Евгений, вы человек? Ну, в египетах. А живой? Ну, если я с вами разговаривал, скорее всего. То есть вы из живых человеков? Нет, я в принципе человек. Ну, вы писали, что я, якобы, лидер секты живых человеков. Евгений, давайте, пожалуйста. Давайте здесь разбираться об этом вопросе. Хорошо, судье убедимся. Отдельно поговорим. Судье убедимся, благодарствую. Так он что, тоже сектант, что ли? А почему он сам себя не называет сектантом? У меня все. Понятно. Соцсовещаясь на месте определим, ходатайской стороной обличку удовлетворить, заключение специалистов материала дела приобщить, поскольку это правая сторона. Я выставляю доказательства, вы доставаете свою долгую возражение относительно ходатайства о несогласии и исключении данных документов из материала дела. Данное ходатайство будет рассматривать судом в совещательной комнате при оценке всех доказательств, а если вам выпустят. Далее переходим к ходатайству. Следующее. Заявляйте спокойно ваше усмотрение. Экспертиза. Большую часть я озвучил, что оно несоответствует. Скажите, пожалуйста, у вас ходатайство введения видеозаписи. Вы поддерживаете его? В полном объеме. Ну, я думал, что не упокоит, придет, но он не пришел. Я понимаю, что эти камеры выключат, сейчас битная штука. Я понимаю, что эти камеры выключат, сейчас битная штука. Сейчас битная штука. Обиделись. Ну, вы-то сейчас не ведете видеозаписи или ведете? А я не понимаю ваш вопрос. Не понимаю. Обсуждается ходатайство введения видеозаписи в судебном заседании. Вы посредством чего просите ввести видеозаписи? Телефон. Телефон. Обсуждается ходатайство. Обсуждается ходатайство введения видеозаписи, в том числе и институте изложений 150-го заседания, 19-го заседания, 19-го заседания, 19-го заседания. Это достаточно охранное изложение на изучение людей в согласии на запись моего видео и, конечно, используемого. Также я тут возражаю. Люди желают, чтобы вы меня снимали на видео или фото в связи с сетей, куда у нас походит. С вашей стороны, по поводу вы сказали. А я возражаю. С чего не взяли, что камера будет на них направлена? Меня же никто не спросил, куда будет камера направлена. Я хочу сам себя показывать. Сам себя снимать? Да, фиксировать свои действия на видео, чтобы потом в дальнейшем разбирать их. Хорошо. Суд, в совещательном месте, определил ходатайство стороны с сайта, деньги видеозаписи удовлетворить, за исключением съемки представителей стороны ответчика. Чтобы не разрешали их права. Давайте дальше. От ходатайства подложим. Да, что хотели? Я хочу уточнить. В зале присутствуют два ответчика, третий отсутствует. Третьего ответчика я могу фиксировать на видео. Карча Евгений Николаевич. Карча Евгений Николаевич третьим лицом. Нет, за ответчиком. За ответчиком, уважаемый судебный студент Карча Евгений Николаевич. Рассказываю интересное. Он также просит удовлетворение хозяйства в части введения видеофиксации. Именно его в зале судебного заседания в городе Суббург. И в том, что он держит все эти стадии, все эти стадии, все эти стадии, все эти стадии. Есть наполнение? Конечно. Что это за журналист, который стесняется? Понятно. Суд со счастьем вместе в данной части ходатайства отказать. Разрешить стороне лица снимать судебное заседание, свои действия в рамках судебного заседания. Поскольку сторона ответчика, в том числе Карча, в лице своего предстоитета, я возражаю против их записи, видеозаписи их со стороны лица. Далее ходатайства с вашей стороны. Об отложении судебного заседания у вас ходатайства. Подождите. Смотря мне дела, вы не ознакомлены, вы говорите. Да, я не ознакомлен. Я хотел до отложения заседания еще одно заявление сделать. Да, давайте делать. Хорошо. Заявление об обеспечении общественного порядка. Значит, 20 февраля 2023 года, 21 февраля 2023 года и 22 февраля в Сургутском городском суде по адресу улицы профсоюзов 37 состоялось открытое судебное заседание. По уголовному герлу номер такой-то по части 1 статьи 110 УК РФ это доведение до самоубийства в отношении Матвича Кольга. Резонансное дело в городе Сургут местные СМИ его игнорируют. Я единственный, кто освещает последние 4 заседания. 22 февраля примерно в 16.35 в коридоре пятого этажа под видео аудиопротокол в присутствии более 8 свидетелей Карча Евгений Николаевич, действующий под псевдонимом журналиста неупокоив Евгений Николаевич, совершил предположительно из хулиганских побуждений нападение на журналиста, заместителя главного редактора информационного агентства Камчатский регион Антон Николаевич Булгаков выхватил у него телефон и силой опасно кинул телефон в сторону посетителей и работников суда со словами на букву «Б» оканчивается на мягкий знак убери его, сказал, ты что меня снимаешь, можешь в суд на меня подать Пятое, телефон пролетел в опасной близости примерно 10 сантиметров от мужчины который стоял спиной к кидающему и телефон чуть не попал женщине в левую ногу Женщина еле успела убрать ногу Эта женщина, это помощник судьи Амрахова Оксана Владимировна кабинет номер 519, судьи Купецкая, ЕВ брошенный неплохоевым телефон пролетел более 30 метров по коридору и мог причинить ущерб жизни и здоровью посетителей и работников суда в том числе женщине-помощнице судьи Данные факты подтверждает видео, доступное в сети интернет на ютуб-канале Сургутнадзор 2 под названием «Вместе мы группа» или «Покушение на убийство телефоном» Вопросительный знак от 2023-2022 Сургут по ссылке такая-то, а также видео, доступное в сети интернет на ютуб-канале Сургутнадзор под тем же названием «Часть 2» По данному происшествию, 22 февраля 2023 года в МВД России по городу Сургут был оформлен протокол принятия устного заявления о преступлении Идут уголовно-процессуальные проверки В действиях КАРЧИИН усматриваются признаки состава преступлений предусмотренного в части 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» Вот удостоверение журналиста «С применением насилия и угрозой применения насилия» а также ст. 167, 213, 285, 286, 330 УК РФ По факту 20, 21 и 22 февраля на открытых судебных заседаниях не было ни одного судебного пристава для обеспечения охраны общественного порядка что в принципе и привело, наверное, спровоцировало самого, в кавычках, не упокоило КАРЧУ так как ответчики признали, что у нее есть лишняя неприязнь Для предотвращения будущих возможных правонарушений и преступлений со стороны КАРЧИИН для обеспечения охраны общественного порядка для обеспечения безопасности работников суда обеспечить присутствие судебных приставов на всех судебных заседаниях в том числе по ВКС в Сургутском городском суде здесь на месте ну или если он в Викторе Муркияевце можете у себя обеспечить потому что мало ли что может произойти по данному гражданскому делу вынести, пожалуйста, определение и приобщите к материалам дела требую обеспечить охрану, то есть присутствие приставов обсуждается в ходателе я считаю, что нет никаких ослаблений студенты, которые снова находятся в здании суда если возникнуть какой-то конструктор не обеспечит безопасность в рамках каких-то фактических данных доказанных удостоверков со стороны КИСа не было представлено потому что ему что-то угрожает что-то угрожает в его жизни в том числе кто-то со стороны ответчиков только если вы сейчас какие-то компания так же приведены на журналистах об отложении судебного заседания зачитываю? да, да так, так, так 12 марта 2023 года естественно правило в Ленинский районный суд города Египетинбург-Свежевской области ходатайство обознакомление с материалами дела далее ходатайство через систему газ правосудия либо через почту России то есть либо отсканировать и газ правосудия выложить либо от ксеры топировать и отправить на почту я могу привести все нормы права это возможно, это реально люди так делают по всей стране но почему-то суды у нас очень массово, колоссально сопротивляются всему этому у меня, допустим, нет ни денег, ни средств, ни возможностей ни времени я занят резонансным делом, освещаю у меня нет времени приехать и ознакомиться с материалами дела до настоящего времени о результатах рассмотрения ходатайства ИСТУ неизвестны и ИСТЕ с материалами дела не ознакомлен ответчикам было предоставлено заключение специалиста так-так-так, от неизвестной даты но это мы уже рассмотрели не доверяя этому заключению так а, подождите а где у меня эту экспертизу я извиняюсь подождите я хочу я хочу сначала заказать экспертизу а потом уже отложить то есть вы готовы рассматривать вопросы назначения судебно-лингвистической экспертизы? да, я хочу заказать экспертизу но я не готов определиться с кандидатами то есть вот как раз в отложении в отложении заседания я на это указываю что мне необходимо в связи с тем, что ознакомиться с материалами дела это раз возможно найму какого-то человека или адвоката у меня есть знакомые в Еленбурге придут к вам ознакомиться это просто вопрос времени и второе это отложить в связи с тем, что я хочу заказать экспертизу но мне необходимо я уже предоставил все основания в принципе которые однозначно высказывают что в судебных экспертизах слово «секта» однозначно несет негативный характер и это не мое мнение это мнение академика кандидата наук не помню на Н как-то фамилия но там материал дела есть вот но я так понял ответчики с этими выводами не согласны и представлять какое-то свое заключение специалиста не эксперта который вообще не имеет высшего образования по этой специальности поэтому я хочу заказать судебно-лингвистическую экспертизу возможно в том же учреждении ассоциация лингвистов Юга России но прежде чем скажем так определиться с кандидатами мне необходимо как минимум две недели то есть обзвонить всех кандидатов я здесь в Сургуте нашел я в Екатеринбурге нашел и в Ростове нашел мне необходимо время чтобы созвониться и определиться с кандидатом в связи с этим прошу перенести рассмотрение дела как минимум на две недели позже вы расходы готовы нести на судебную экспертизу вынужден организую прямые эфиры соберу денежные народ поможет хорошо обсуждаются ходатайности об отношении судебных заседаний с тем что сторона САА хочет заявлять судебную инспектизу проведения и предоставить документы на экспертов и вопросы в принципе против варьи судебных сочинения по настоящему делу мы не возражаем но я считаю что предоставься заявленным преждевременно сначала я прошу предложил лучше предложил изложить свои искусные требования чтобы мы уточнили все вопросы а потом уже отложить для того чтобы решать вопрос назначения экспертизы потому что нужно узнать где вопросы права где вопросы ливистики в частности как вопрос по сути а потом не возражают нет подражений против такого ходатайства сначала заслушать стороны а потом вернуться к вопросу назначения экспертизы а смысл слушать если экспертиза все наше мнение перебьет это же эксперт лингвистический эксперт нет у стороны просто есть к вам видимо вопросы я так понимаю вы же первый раз сейчас выкаешь что у нас случилось я пока не готов отвечать на вопросы потому что у меня самого много вопросов и прежде чем вступать в дискуссию мне нужно мнение квалифицированного компетентного специалиста эксперта именно эксперта хорошо относительно вашего ходатайства познакомления с материальным делом мы вам ответ направляли у нас есть возможность вам делать там подружены только наши электронные документы наши не все материалы дел соответственно мы с таким электронным делом вас можем ознакомить также под протокол суд разъясняет вам право действительно приплечь к участку дели тогда представителя вы можете доверенности бесплатно входом по месту жительства своего например и предоставить возможность своему представителю путем фотографирования материалов дела с материалами дела знакомства с учреждением инструкции по делу производства обязанности суда по скамированию материалов дела направления ванкопии всего дела не предусмотрено подскажите следите вместе с вашим телефоном вы ко мне рукоприкладство применять если я применю к вам рукоприкладство то будет вам очень плохо со здоровьем это угроза это не угроза а что это вы спросили я ответил я пришел подать заявление присядьте присядьте вам надо вы присядьте камеру пожалуйста уберите я вас предупреждаю последний раз основания основания такие что я запрещаю я руки вот видите руки я не распустил образно говоря я решу этот вопрос не волнуйтесь у вас просто такое право есть и суд вам его разъясняет относительно ходатайского подложения поскольку в настоящее время сторона пояснила что не готова поясине давай так необходимо время подготовиться суд сейчас на месте определил ходатайский удовлетворить еще у сторон есть ходатайства какие-либо до обещания нет 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 да 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 обязательно 18 мая 14 15 можете я могу здесь тоже можете ну вот мы сегодня направим заявку мне в принципе удобно любое время поэтому зависит от ВКС и от ответчиков все все тогда сущность на месте определил ходатайский украинский суд и от ваше ваше 14 15 будьте добры пожалуйста тогда к этому заседанию кандидатуры для экспертов которые вы намерены заявить вопросы для лингвистической экспертизы сторонам тогда направить также заранее чтобы сторона подготовила если с вашей стороны тоже будут кандидатуры и вопросы вы будьте добры стороне месяца пожалуйста тоже заранее представьте чтобы сторона в суд 18 ваше кандидатура тоже готова все нет больше дополнения ходатайства нет уже суд суд разъясняет что срок изготовления протокола составляет 3 рабочие дня подачи замечательных протоколов 5 рабочих дней вправе получить дабы в записи протоколов судебного заседания по ходатайству с приложением электронного носителя для его записи как вариант вы можете нам пустой пошли обратно только диск должен быть пустым никакой записи на нём быть не должно поскольку программу не позволяет дозаписывать только на чистый пустой диск подождите я хочу уточнить диск DVD подойдёт ну вот сидит обычно сидит только чистый Двдр будет предоставлено Вы правильно заявили Такое ударство Электронный носитель представить Можете флеш носитель представить Но тоже пустой Если он будет не пустой, мы не сможем записать В связи с этим судебное заседание закрыто Спасибо большое Благодарствую За седание И вам благодарствую У них ничего нет Ни свидетельства, ни удостоверения, ни приказа Вообще ничего нет Предоставляет приказ Что в подразделение Структурное подразделение города Сургут устроено А в Сургуте нет такого подразделения Куда он устроен? С какой зарплатой? С чего? Ты посмотрите, если у меня Сложно уменьшить Не-не-не, нормально Нормально все идет Хорошо Вы извините, у меня здесь дорогая техника Корридорная, если можно А я не собираюсь здесь на шарах Я собираюсь Все, мне это время надо А что, дорогая техника? Девушка просто говорит, что постоит А, могу испортить? Могу испортить или что? Вы можете потом Вы меня в чем-то подозреваете, что ли? Я вас ни в чем не подозреваю Я не собираюсь здесь на шарах Так, чтобы вас не задерживать Сейчас быстренько Умите секту какую-то Сами без документов действуют Тысячи жизнь Млагодарственное подразделение Видишь, как молодец Подсказывает Диск пришлите Безоплатную доверенность оформите А я знал, как безоплатно оформить Я просто решил Дальше прощупать Подскажешься на что через управляющую компанию или нет Какой, найти кого-нибудь в Екатеринбурге Чтобы он пришел, ознакомился Полностью четко Да Я просто в шоке Устава нет Редакции нет Главного редактора нет Подразделения нет Где он работает вообще Они всю вину на него хотят спихнуть Личная неприязнь Они только глядывались Чуть шею не свернули Кто там, кто там Они ожидают, что придет какой-то Да, да А ты красавчик А судья молодец Сразу сообразила Может кинуться еще раз На меня или на судей Обеспечить охрану Вернее, я никогда тебе не врал Что я тебя всегда любил И я тебя сейчас люблю Люблю Верь мне Я иногда бываю странным Из-за того, что постоянно Я истину во всем ищу И не сплю Наша планета Шесть разных пазлов континента Которые скрывают тайну О нашем мироздании Силами света Мы однозначно обладаем В количестве преобладаем Кого угодно победим Силой мысли Закон свободной воли Мы лучшего достойны Мы в праве выбирать Жить, любить, а не страдать Добро творить и созидать Не верь С экранов говорят неправду Им это выгодно, им важно Держать тебя на поводке Пусть не Не верь Что мы отличны Мы вечны На первом месте Человечность Мы знаем, что мы на волоске И на волоске Наша планета Шесть разных пазлов континента Которые скрывают тайну О нашем мироздании Силами света Мы однозначно обладаем В количестве преобладаем Кого угодно победим Силой мысли Закон свободной воли Мы больше вам достойны Мы в праве выбирать Жить, любить, а не страдать Добро творить и созидать Закон свободной воли Мы лучше вам достойны Мы в праве выбирать Жить, любить, а не страдать Добро творить и созидать Верь мне Хватит спать Верь мне Пора вставать Верь мне Хватит спать Пора вставать С колен вставать Закон свободной воли Мы лучше вам достойны Мы в праве выбирать Жить, любить, а не страдать Жить, любить, а не страдать Добро творить и созидать Верь мне Верь мне Верь мне Хватит спать Пора вставать С колен вставать Верь мне Добро творить и созидать Субтитры подогнал «Симон»